Сделано при поддержке сайта майнкрафтмейн.ру, главный новостной сайт по Майнкрафту. Наконец-то вы дождались этого момента, поздравляю всех! Новый сезон Майнкрафт Открытие мобы официально объявлено открытым! Как и было в первой серии, я сам выбирал первого моба, так будет и тут. Начинает новый сезон моб под названием Вредина, или же по-другому Досаждатель. Напишите в комментариях, как вы предпочитаете называть этого моба, мне будет интересно почитать. Правила не изменились. Всех следующих мобов выбираете именно вы, по ссылке в описании в нашем паблике во вконтакте, либо же сверху в подсказках. Напомню, что моб, который набрал наибольшее количество голосов, появляется в следующем видео, может в списке есть и твой любимый моб, так что дерзайте. А вы слышали о побеге из тюрьмы Крафт еще нет? Блин! Вам же предстоит играть персонажем Стикман, которого посадили в тюрьму, ваша задача найти два успешных способа побега с применением крафта. Крафтить придется на каждом шагу, чтобы не стать жертвой охранников и опасных тварей. В тюремной камере у вас окажется посылка, сундук, в котором будут находиться самые необходимые ингредиенты крафта. Используйте различные блоки оружия и смекалку, чтобы совершить успешный побег из тюрьмы. Ссылку найдете в описании. Давайте же посмотрим на характеристики и узнаем больше о этом загадочном мобе. Вредина представляет собой маленького серо-голубого духа с растрепанными белыми крылышками, вооруженному железным мечом. Передвижение подобное игроку в режиме наблюдения, то есть не может приземлиться и вместо этого проходит сквозь блоки. Перед атакой издает жуткий визг и на его текстуре появляются красные трещины, призываются вызывателем, когда тот начинает атаковать. Через небольшое количество времени после призвания начинает получать постоянный урон и погибает, но самоуничтожение не происходит в том случае, если моб был призван с помощью яйца призыва или команды консоли. Появился этот моб в снапшоте 16w39a версия 1.11. У вредины три разных силы атаки, на легком уровне 3.5 сердечка, на нормальном 4.5 сердечка, а на тяжелом уровне сложности 6.5 сердечка, это очень много, для сравнения у Стива, персонаж за которого мы играем, всего лишь 10 сердечек жизни. Здоровья же у нашего мальца 14 единиц, что равно 7 сердечкам. Спаунится наша вредина, как я уже и говорил выше с помощью вызывателя. Господи, до чего же странные имена у этих относительно новых мобов. После убийства этого моба вы получаете 3 единицы опыта. А вот с дропом уже намного сложнее. Как вы знаете, в руках вредины есть железный меч, и если залезть в файлы игры, то дроп с вредины равен нулю. Но если же наш меч зачаровать на мародерство, то мы получим 1% выпадания с этого моба, и мы сможем заполучить его железный меч, но к сожалению он всегда будет сильно поврежден, и зачарований на нем не будет. Ну и достижения, которые связаны с этим мобом, их к сожалению только 2, и они только косвенно касаются нашего моба. Первое это приключение, нужно убить сущность или умереть от нее. Второе точно в цель, нужно попасть в сущность стрелой, выстрелив из лука. Можно кстати попасть и в себя. Давайте поговорим о том, как же этот монстр появился на свет. Мы говорили о том, что нужно создать больше враждебных монстров, и нарисовали очень много набросков, среди которых мне понравилась человекообразная фигурка с крыльями. Она была похожа на маленького проказного ангелочка или дьяволонка. Конец цитаты. Йенс Бергенстен. Добавляя противника, который может вызывать враждебных мобов, нужно быть осторожным, поэтому вредины появляются и остаются неподалеку от того места, где они были призваны, и если вам удалось от них убежать, то они исчезают. Так сделано специально, чтобы предотвратить заселение мира этими призванными монстрами. Что касается способности летать, джеб объясняет тем, что так нужно было для того, чтобы игроки не полагались на старые боевые приемы. Я хотел заставить игроков перемещаться как можно больше, а не просто медленно отходить назад, отбиваясь от наступающих мобов. При этом еще нужно будет постоянно оглядываться, потому что на тебя могут постоянно атаковать под самыми разными углами. Вскоре вредина был усилен еще больше, к примеру он получил возможность пикировать на игрока, в то время как тот пережидает между атаками. Они будут нападать в то время, когда вы перезаряжаетесь, предупреждает джеб. Так что вам придется либо продолжать свою атаку, либо отбиваться, когда они набросятся на вас. Это сложное испытание даже для самого мужественного крафтера. Ну и в X появился версия 1.11, но как обычно его появление стало известно гораздо раньше. Об этом обе рассказали на Майнконе в 2016 году, поэтому почти сразу же возник вопрос о том, как следует приводить название этого моба и пока что не ясно досаждатель или вредина. Ну что же, на этом все, надеюсь вы узнали немного больше о этом мобе. Не забывайте о том, что сейчас идет голосование на следующего моба по ссылке в описании. Привет! Меня зовут Неркин и помни, что мы открываем Майнкрафт по-новому и еще услышимся!